Поход Винтика и Шпунтика в город Змеёвку Выходите по порядку, становитесь на зарядку Начинай с зарядки день, разгоняй движением лень Эту песенку о зарядке, которую сочинил поэт Цветик, распевали Винтик и Шпунтик Было раннее утро, и в зелёном городе всё ещё спали А Винтик и Шпунтик уже шагали по улицам, распевая песню и делая на ходу зарядку Зная ещё со вчерашнего дня, что на утро их должны выписать из больницы Для того, чтобы починять машину, они проснулись ни свет ни заря И стали требовать, чтобы их немедленно выписали Медуница, которая больше всего на свете боялась шума, распорядилась поскорее выдать им одежду Услышав ещё издали звуки песни, многие малышки проснулись И стали выглядывать из окна Некоторые даже вышли на улицу «Эй, малышки, где тут у вас гараж?» – закричал Винтик «Пойдёмте, я вам покажу» – вызвалась малышка в красном капоре и синим пальто С пушистым воротником и с чёрно-бурой гусеницы «Ну, показывай, куда нам? Направо или налево?» – сказал Винтик «Направо», – ответила малышка, с любопытством, разглядывая их кожаные куртки «Направо! Шагом марш!» – скомандовал Винтик и, повернувшись, зашагал по улице «Ать, два! Ать, два!» – шпунтик шагал в ногу следом за ним Малышка, едва поспевая, бежала в припрыжку сзади С разгона Винтик и шпунтик проскочили мимо нужных ворот «Стойте! Стойте!» – закричала малышка «Вы прошли мимо!» «Кругом!» – скомандовал Винтик Оба повернулись и возвратились к воротам Малышка открыла калитку Все трое вошли во двор, где неподалеку от дома стоял крытый черепицей сарай «Ну и гараж! Это просто сарай, а не гараж!» – проворчал шпунтик Открывая широкие двустворчатые двери Винтик заглянул в сарай и увидел машину К гаражу подошли еще несколько малышек «Тут темно!» – сказал Винтик «Ну-ка, давайте выкатим машину наружу!» «Так она ведь не может ездить! Испорченная же!» – говорили малышки «Ничего, мы ее на руках выкатим!» «Ну-ка, толкайте сзади!» «Ну-ка, разом! Еще разик!» Машина заскрепела свизгом и скрежетом Она выкатилась из гаража Винтик и шпунтик моментально залезли под автомобиль Малышки стояли вокруг и растеряно заглядывали под колеса У-у-у! – то и дело раздавалось из-под машины Бак прохудился У-у-у! – гайки нет У-у-у! – трубка для подачи сиропа лопнула Наконец, они вылезли из-под колес «Ну-ка, тащите сюда гаечный ключ, плоскогубцы, молоток и паяльник!» Сказал Винтик малышка «А у нас ничего этого нет!» «Как нет? Что же у вас есть? Пила есть и топор!» «Эх вы! Топором машину не чинят!» «У вас тут малыши где-нибудь поблизости есть?» «Малыши только в змеёвке есть» «Далеко это?» «Час ходьбы» «Это для вас час, а мы быстрей доберёмся» «Рассказывайте, как идти» «Вот направо по улице, а там всё прямо и прямо Потом будет дорога полем По этой дороге прямо и прямо в змеёвку попадёте» «Понятно», — ответил Винтик «Ну, шагом марш!» «Отставить!» — вдруг скомандовал он «Вы, малышки, достаньте каких-нибудь тряпочек И пока мы будем ходить, протрите хорошенько машину» «Машина, братцы, она уход любит» «Хорошо», — согласились малышки «Ну, теперь шагом марш!» Оба зашагали на улицу Повернув направо, Винтик скомандовал Песню И наши друзья запели, что было силы Шёл я лесом, шёл я лугом Со своим хорошим другом Мы взбирались на кочки Любовались на цветочки Вдруг с лягушкой повстречались И скорей домой помчались Прибежали мы домой И сказали «Ой!» Когда эта песня кончилась Они затянули другую Потом ещё и ещё Скоро они вышли из города И зашагали по дороге Не прошло и часа Как вдали уже заведнелся город-змеёвка Как раз в это время Винтик и Шпунтик Увидели стоявший посреди дороги автомобиль Подойдя ближе Они заметили под машиной коротышку Голова и грудь его Целиком скрывались под кузовом Наружу торчали только ноги В чёрных засаленных брюках «Эй, братец, загораешь?» Окликнул его Шпунтик Коротышка высунул из-под машины Свою черноволосую, курчавую голову «Да вот, как видишь Приходится загорать под машиной» «А что случилось?» «Да не везёт, окаянная» «То ли подачи сиропа нет То ли дозировка газировки нарушилась» «Никак не могу найти причину» Коротышка вылез наружу И в сердцах пнул колесо ногой На нём была чёрная куртка Засаленная, как и брюки Таким невероятным образом Что, казалось, была сделана из кожи Как видно, этому горе водителю приходилось Не столько ездить на своей машине Сколько лежать под ней Отыскивая разного рода неисправности Что, впрочем, часто случается Со многими владельцами газированных автомашин Винтик обошёл вокруг автомобиля Осмотрел механизм И, не найдя причины, нырнул под машину Поковырявшись под ней Он вынырнул обратно И остановился Почёсывая в задумчивости затылок Вслед за винтиком Под машину нырнул шпунтик Затем снова владелец автомобиля Так они то ныряли по очереди То стояли с недоумением, глядя на машину И, почёсывая затылки Наконец, винтику удалось найти причину остановки мотора Машина заработала Водитель был рад И с благодарностью Пожмал руки винтика и шпунтика Спасибо, братцы! Без вас я тут до вечера загорал бы Вы куда идёте? Садитесь, подвезу Винтик и шпунтик рассказали ему О цели своего путешествия Гальчный ключ, плоскогубцы И молоток у меня есть Могу вам дать Только паяльника у меня нет Сказал водитель А нельзя ли достать паяльник У кого-нибудь в вашем городе? Почему нельзя? Очень даже можно У нашего механика Шурупчика Есть паяльник Поедем к нему Все трое сели в машину И через несколько минут Уже были на главной улице Змеёвки Мы вместе Прочитали Ещё одну главу Удивительной сказки Если тебе понравилось Ставь палец вверх под видео И подписывайся на канал Чтобы услышать Новые сказки И приключения Субтитры создавал DimaTorzok